Здравствуйте! Это программа Хрупова лидеры рынка и автор ведущая Елена Хрупова. Сегодня, в первое полугодие, кстати, завершилась победа немецкого автогиганта Volkswagen Toyota, который продал на несколько тысяч машин больше. И, казалось, у Volkswagen появился шанс отнять у Toyota статус крупнейшего мирового автопроизводителя на целых три года раньше, запланированного 2018 года, однако дизельный скандал может поставить крест на амбициозных планах этого автоконцерна. Рассмотрим сегодня двух мировых лидеров автомобильного производства – Toyota и Volkswagen. В этом нам помогут сразу три эксперта-специалиста в своих областях. Технологии и производства мы обсудим сегодня с Павлом Федоровым, автомобильным журналистом телеканала «Автоплюс». Вклад маркетинговой составляющей в успех бизнеса сравним с Владимиром Левочкиным, генеральным директором коммуникационного холдинга «Руком» и инвестиционные профили бизнес-стратегии компании обсудим с Максимом Кадаковым, главным редактором журнала «За рулем». Здравствуйте, господа. Спасибо большое, что пришли. Дорогие телезрители, вы также можете участвовать в интернет-голосовании, которое проходит на сайте www.3wrbctv.ru, отвечать на вопросы и задавать свои вопросы и комментарии оставлять в Твиттере, по тому адресу, который указан на ваших телеэкранах. Ну а для начала я все-таки предлагаю узнать больше о тех двух лидерах, которые мы сегодня рассматриваем. По результатам первого полугодия 2015 года, знаменитая битва двух титанов мирового автомобильного рынка с пропиской в Европе и Азии завершилась победой немецкого автогиганта Volkswagen, который всего на 20 тысяч проданных машин обошел своего японского конкурента Toyota. По информации агентства Bloomberg, Volkswagen за первые шесть месяцев 2015 года успела продать по всему миру 5 миллионов 40 тысяч машин, в то время как Toyota продала 5 миллионов 20 тысяч авто. Ушедший в марте 2015 из России американский концерн General Motors занял только третье место, продав 4 миллиона 860 тысяч автомобилей. По данным Ассоциации европейского бизнеса, в России Volkswagen занимает третье место по объемам продаж с долей рынка более 10% со 120 с четвертью тысячами проданных в январе-сентябре 2015 года автомобилей. Toyota, продав 87 898 авто, занимает лишь четвертое место с долей рынка 7,4%. Приводятся данные на автостатру. Казалось бы, у Volkswagen появился шанс отнять у Toyota статус крупнейшего мирового автопроизводителя уже по итогам текущего года на три года раньше запланированного, 2018-го. Однако, разгоревшийся с подачи американского агентства по защите окружающей среды дизельный скандал с угрозой штрафа на 18 миллиардов долларов может поставить крест на амбициозных планах Volkswagen. Ведь больше всего дизельных машин в мире продает именно Volkswagen – 2 миллиона 440 тысяч в 2013 году, что обеспечивает концерну четверть продаж. На фоне разбирательства рейтинговое агентство S&P понизило кредитный рейтинг Volkswagen с негативным прогнозом, а продюсерская компания Леонардо Ди Каприо и вовсе собирается снять фильм о дизельном скандале вокруг концерна. Однако новый глава автоконцерна Volkswagen Матиас Мюллер заявил в интервью «Франкфуртер Альги Майнцайтунг», что компания, вовлеченная в дизельный скандал, отзовет все автомобили с антиэкологичным дефектом уже в январе 2016 года и может вновь засиять уже через 2-3 года. Итак, давайте разберем для начала технические, разницу в технических характеристиках. Все-таки Toyota – это, например, азиатский производитель, Европа представлена в этой двойке Volkswagen. Ну вот скажите, Павел, каковы различия в техническом процессе, на что делают ставки эти два разных производителя? Toyota в последнее время выбрала курс на гибриды, и, собственно, Toyota Prius – это первый автомобиль, успешный гибрид на мировом рынке, и последняя новинка – это водородные автомобили. Есть у него дизельные у Toyota автомобили? Дизельные, конечно. Внедорожники, в том числе, на прошлой неделе представили самый крутой внедорожник «Лексус» в Москве. Кстати, это была европейская премьера, и он оказался дизельным. И водородные автомобили – они первые производители в мире, кто реально довел до серии водородные технологии. Автомобиль Toyota Mirai сейчас собрано огромное количество заказов, и это гораздо в 5 раз, по-моему, превышает возможности по производству этого автомобиля на данный момент. Есть ли какая-то разница между, скажем так, азиатским подходом и европейским подходом к производству автомобилей? Ну, первое, что мы все увидим, и до недавних пор это было особенно заметно, это, конечно, дизайн. Это может оценить любой человек, даже не автомобильный специалист. Если мы говорим про самые красивые автомобили, самые стильные – это прежде всего Европа. В последнее время с дизайном… Наверное, Европа – это самые маленькие автомобили в силу того, что не хватает места для парковки. Нет, конечно. В Японии тоже, в Токио, в частности, очень строго с автомобилями. Для внутреннего рынка японцы делают из Toyota очень компактные маленькие машины, а для Америки, например, огромные пикапы. Поэтому в этом смысле в Toyota есть все. Но давайте тогда перейдем к силе бренда, скажем так. Так, Владимир, вот скажите, есть те рейтинги, которые говорят о том, что Toyota находится где-то на четвертом месте, вы говорили, а Volkswagen находится на 35-м. Несмотря на то, что, казалось бы, доля рынка, например, Volkswagen и Toyota, ну, различается всего на 0,1%. То есть у Volkswagen 11,6% доля мирового рынка, а у Toyota 11,5%. В чем такая разница в брендах? Ну, дело в том, что нужно понимать, разные рейтинги оцениваются по-разному. В первую очередь мы говорим о рейтинге Interbrand, где ключевые характеристики составляет агентство. И Toyota, да, она лидирует, потому что в основном концерн Toyota, она инвестирует в ключевой свой бренд Toyota, и он становится зонтичным. А что такое зонтичный? Зонтичный бренд, это когда ключевой бренд Медеринский Toyota, он покрывает все внутренние бренды. А у Volkswagen там что? У Volkswagen, в концерне Volkswagen существует несколько брендов. В первую очередь это сам Volkswagen, такой народный, понятный бренд. Это Audi, где высокая технологичность, и это премиальный сегмент. И Porsche, это уже люксовый сегмент, который... Сюда можно добавить и Seat, и Skoda, и Bugatti, и Lamborghini, и мотоцикл Ducati. И это все Volkswagen. Конечно. И это все Volkswagen. Но при этом все-таки дизельный скандал у нас развернулся вокруг, я так понимаю, одного глобального Volkswagen, именно вот этого бренда, да? Не только, потому что дизельные двигатели устанавливаются на Audi, на Skoda, тоже на Seat. Но тем не менее, как вы считаете, вот если рассматривать глобальную ситуацию с этим дизельным скандалом, который так или иначе должен, наверное, сместить Volkswagen с лидирующего сейчас в мире рейтинга уровня, скажите, как изменится в таком случае, если действительно будет штраф заплачен, если вся вот эта ситуация получит дальнейшее, если не только Соединенные Штаты, но и другие страны присоединятся, на каком месте окажется Volkswagen по доле своих продаж в мире? Сложно сейчас посчитать. Я скажу одну вещь. Три года назад глава Volkswagen, бывший уже глава Volkswagen, собственно, Мартин Винтекорн, сказал, что они спланируют в ближайшие пять лет до 2018 года вложить 82 миллиарда евро. Примерно. И они планировали первое место захватить. Совершенно верно. Сейчас они примерно столько потеряют из-за этого скандала. По разным оценкам, конечно. То есть, отбросить назад. Вот, Максим, я пытаюсь к вам обратиться. Скажите, все-таки, по вашим оценкам, какое будет место занимать Volkswagen после дизельного скандала? Ну, надо сначала разобраться, какой он до сих пор занимал. Понятно, что они конкурируют с Toyota, но их поджимает снизу General Motors концерн, который продает на несколько десятков тысяч автомобилей меньше. То есть, примерно тот же уровень. Volkswagen очень сильный бренд. Стратегии совершенно разные с Toyota, абсолютно разные, но при этом они идут вровень. Что будет сейчас происходить? Смотрите, Volkswagen долгое время, на протяжении последних 20, наверное, лет ставил именно в первую очередь на дизель. И применительно к европейскому рынку, и применительно к другим рынкам, в том числе и отчасти и в России, и в Америке, и на многих других рынках. Toyota шла в сторону гибридизации и электромобилизации. То есть, это такие технологии уже следующего поколения? Ведь Toyota, например, привожу вчерашние данные, хочет прекратить производство бензиновых автомобилей к 2050 году. Это отдаленная перспектива, надо еще дожить, посмотреть, да. Но действительно, эра бензиновых, так же как каменный век, кончился не потому, что закончились камни, так же и эра автомобилей с двигателем внутреннего сгорания закончится не потому, что закончится нефть. Это произойдет раньше. Может быть, теперь с Volkswagen и эра дизельных автомобилей тоже закончится? Нет, она не закончится. Отчасти. Это будет очень долгий процесс, но смотрите, какой главный, мы все скачем по продажам. Больше будет продаж, меньше. Но смотрите, что самое главное. Производители, это не только, производители автомобилей производят не только автомобили. У них огромный свой финансовый сектор. Они с помощью, через свои банки финансируют покупки. Ну, конечно, кредитные. Кредиты и так далее, да. То есть сейчас, скорее всего, будут падать не только продажи, но будут сворачиваться многие кредитные программы, потому что инвесторы боятся вкладывать сейчас деньги, будут осторожничать. Это раз. Во-вторых, со стороны всех контрольных органов, со стороны государства, сейчас это в Германии, например, уже разворачивается эта деятельность, в Америке, и со стороны контрольных органов, которые защищают экологию, будет ужесточаться контроль. А почему именно сейчас вдруг экологически... Есть повод, есть повод, просто есть повод. Конкретный скандал, посмотрите, дизель, это не экологично. Скажите, пожалуйста, может быть, повод-то гораздо глубже лежит, потому что, как мы знаем, на Volkswagen, собственно, инициатором вот этого скандала было американское бюро. То есть, по сути, Соединенные Штаты сейчас на европейскую компанию пытаются не только бизнес, наверное, подточить, вот тот, который приносит Европе большую долю, например, налоговых поступлений, но в том числе, возможно, делается это для конкурентных преимуществ американского концерна General Motors. Тут много слоев, и в том числе, да, но контроль никогда не заканчивался. За последние пять лет вложение суммарной автопроизводителей в повышение... Если с 2005 года все знали, почему только 10 лет спустя начался вдруг этот скандал с штрафом 18 миллиардов. Еще важно отметить, на самом деле, что скандал, он как раз был рядом с выставкой. То есть, его очень актуально как раз заметили в тот момент, когда, ну, Volkswagen создавал для себя очень яркую такую миджевую компанию на выставке. Поэтому, ну, на самом деле, по поводу конкуренции, важно отметить, что, там, если Volkswagen будет из-за репутационных рисков низко падать, по рейтингам, допустим, брендинговым, то надо отметить, что другие бренды начнут работать ему вслед. То есть, если по дизельному скандалу... То есть, другие бренды тоже будут падать вслед за ним? Или они все-таки будут перетягивать на себя те объемы, которые... Другие бренды будут занимать, в первую очередь, его место. То есть, они будут активно работать в этом. Похожая ситуация была с Toyota какое-то время назад, когда был глобальный отзыв по безопасности в той же Америке. У всех автопроизводителей, поправьте меня, если я что-то не так говорю, у всех производителей периодически случаются отзывы тех или иных автомобилей по разным причинам. Конечно, это нормальный практик. Вопрос в масштабах. У Toyota это был самый крупный отзыв в истории по безопасности. А с чем он был связан, напомните? Там связано было именно с педалью... С педалью... Ну, это не было связано с дизельным скандалом. А скажите, какие штрафы тогда Toyota заплатила? Колоссально. Это рекордный штраф. Я сейчас боюсь соврать вам. Это миллиарды. Миллиарды с чем-то. 1,2 миллиарда долларов. 1,2 миллиарда. А тут и 18 миллиардов. Toyota все равно поднялась, потому что это сильный бренд и Volkswagen поднимет. А долго ей пришлось обратно подниматься? Сколько времени прошло? Лет 5 или 6. Да, где-то так. Ну, понимаете, мы смотрим наверху к айсбергу. Давайте посмотрим глубже. Я пытаюсь опустить вас глубже. Расходы за последние 5 лет крупных автопроизводителей, да практически всех, на очистку, так сказать, на зеленые технологии, повышаются каждый год на 12%. Это бремя тяжело уже нести автокомпаниям. Отчасти вот это Volkswagen... Я не защищаю Volkswagen, но мне кажется, это отчасти вынужденное решение. Потому что сейчас новые исследования показывают, что вовсе не автомобили влияют на парниковый, так сказать, эффект. Это мизерные совершенно доли. 25%? И более того, это относительно промышленности, но 95% эффекта парникового, примерно 95%, на него человечество вообще никак не может влиять. Это природное явление. А вы объясните это тем, кто, собственно, борется за... Правильно. То есть экологи, которые давят нас, давят и давят нас, и нас покупателей в том числе, потому что мы оплачиваем эти инвестиции. Никакой теории заговора вы здесь не видите, по сути. Наверняка, и не одна. Тут слишком много заговоров, которые сплетаются в одну бандитскую сеть. Так в итоге... Заговор еще, вот я тоже, позвольте отметить, заговор, он в чем заключается? Мы сравниваем скандал Toyota, допустим, или других марок, которые... Toyota крупнейшая по объемам отзыва. Я имею в виду прошлый скандал, который касается... Volkswagen это масштабный по объему финансовых штрафов. Скандалы с отзывом, они бывают по разным причинам. Чаще всего это проблемы с инженерией, которые допускаются... Чаще всего это вообще не скандал. Это нормальный процесс. Нормальный процесс. Производитель заметил ошибку, готов ее исправить. За свой счет. За свой счет, да. А здесь коммуникационно подается информация о том, что Volkswagen именно... Ну, здесь ключевое слово обманывает своих потребителей, обманывает еще экологические ведомства. А мне кажется, ключевое слово это то, что Соединенные Штаты говорят о том, что Volkswagen немецкий производитель обманывает. А им это выгодно. Конечно, вот я к этому и покажу. Им выгодно это для чего? Для того, чтобы свое, свой автопром как-то поддержать и пустить... Без сомнения. А почему этим не воспользоваться? Ну, кстати говоря, между прочим, штрафовали и концерт General Motors за проблему с замками зажигания. 900 миллионов и 18 миллиардов. Но если мы посмотрим на то, кто является сейчас в мире крупнейшим производителем дизельных двигателей, все-таки на первом месте идет Volkswagen. Со всеми своими брендами вместе. Со всеми своими брендами вместе. На втором месте это Peugeot. Я тоже попрошу дать сейчас такой слайд. А вот General Motors и вовсе не идет. Toyota находится на пятом месте. В общем-то, что у нас европейцы лидируют. То есть можно пройтись по всем европейским автопроизводителям такими же дизельными скандалами. И вот что. Renault очень сильный бренд дизельный. Кто следующий может оказаться на крючке у американских? Кто угодно. Уже от премиальных BMW были вопросы, но они сказали, что у них все в порядке. Дизельные машины есть у всех европейских брендов. Mercedes, BMW в первую очередь. И дизельный двигатель сложнее гораздо, чем бензиновый. А там, где сложнее система электронного управления, там есть больше возможностей для махинации. Но ведь скажите, тогда через какое-то время мы можем совершенно не узнать, например, пятерку крупнейших брендов, крупнейших, точнее, автопроизводителей. Если сейчас Toyota, Volkswagen Toyota и так далее, то как дизельный скандал изменит? Это очень крупная компания. Соглашусь, с Максимом Volkswagen держит удар. Три года они, честно, сказали, нужно, чтобы решить эту проблему. Но это бренд с огромным запасом прочности. У них есть другие технологии. Они развивают гибридные технологии. Не так, как Toyota, но у них есть разработки, есть электромобили. И бензиновые двигатели очень хорошие. Да. Так что у них есть чем ответить. Вопрос в том, что годами занимались дизелем, и сейчас в одночасье переключиться на что-то другое очень сложно. И теперь в одночасье нужно просто списать все те затраты, которые были на эти дизели. И нужно переключаться на что-то другое. То есть вкладывать новые и новые средства, которых есть у Volkswagen. Или развивать дальше дизельную тему, но по-честному. Но уже по-честному. Я могу вам сказать, кто от этого выиграет. Если брать пятерку крупнейших производителей, значит, Toyota, Volkswagen, General Motors со своим китайским огромным филиалом Saig, Renault, Nissan и на пятом месте стоит в Hyundai и Kia, то выиграют в первую очередь это корейские тигры. Конечно. Которые более 20% российского рынка. Вот мы, кстати, здесь... Будем подниматься вер. Давайте такую еще историю поднимем. Лидирует Toyota в мире, по сути, несмотря на то, что Volkswagen как бы точечно иногда ее опережает. Но в России Toyota находится всего на четвертом или пятом месте. Да, занимает пятое, наверное, место. Соответственно, почему? Она и в Европе занимает далеко-далеко не первое место. Где первое место занимает? У себя? Очень скромно. В Азии? Япония и Америка. Япония, Америка одна из лидирующих позиций в странах Тихоокеанского региона. Наверное, ценовой фактор является конкурентом. Нет, вопрос присутствия. Например, в Китае гораздо сильнее именно Volkswagen. Здесь два вопроса. Ну, это исторический, потому что, помните, в прошлом году была компания, когда китайцы отказывались покупать японские автомобили, даже были погромы из-за территориальных конфликтов. То есть политика мешает автопродажам? Ну, она отчасти бывает. Влияет. Очень сильно влияет. И, с другой стороны, Volkswagen очень много вложил в местные предприятия. Там куча производства, специальные модели для китайского рынка. Китай с его объемами. Это ключ, в принципе, к мировому господству отчасти. А вот скажите, в таком случае сила бренда, вот она как-то региональная. То есть есть приверженность, например, азиатских потребителей, что они ездят на Toyota? Например, Европа ездит. Кто больше патриотичен? Сейчас эти рамки чуть-чуть размываются. Ну, вот если, например, вернуться на 10-20 лет назад, то, естественно, в Германии преимущественно немецкие автомобили, во Франции французские, в Италии итальянные. Каждый поддерживал отечественного производителя, включая Россию. Да, скажем так. Сейчас эти рамки размываются, но все равно. Если мы приезжаем в Японию, то там на 95, наверное, процентов это японские машины, в Корее корейские. А в Америке, даже если это корейские, японские, европейские автомобили, то большая часть их собирается в Америке. Ну что же, я предлагаю... Если есть буквально секунды, я просто с коллегами тоже не совсем согласен. Мы много говорим о инженерии, о производстве дизеля или машины. С точки зрения потребителей, я бы хотел еще такой важный аспект сказать, о том, что когда мы говорим о скандалах и о брендах, эту тему могут, вот если мы поговорим о заговорах и этих сложных вопросах, то эту тему могут муссировать и дальше. Говорить о том, что бренд обманывает или он своих потребителей неверно информирует. То есть потенциальные потребители уже не придут к этому бренду, а будут выбирать другой. Для Volkswagen сейчас самый большой риск. Для него сейчас не инженерия главная, хотя они могут поставить новые блоки, изменить вопросы выброса. Именно поэтому я и полагаю, что теперь Volkswagen будет... По всему миру. И в Азии, и в Азии. Вот этот вопрос, мне кажется, немножко в другом. Volkswagen настолько мощные бренды, которые туда входят, Porsche. Ну, представьте себе, человек, который откажется от Porsche за скандал. Я не могу себе представить это. У них немножко ограничится рост на новых рынках. В Америке прежде всего. Вот где комплективные. Это то же самое, как все автомобили абсолютно рано или поздно ломаются. Мы приезжаем на сервис. И если у тебя сломался Porsche или Volkswagen, то не значит, человек откажется. Кто-то ломается на второй день, а кто-то ломается через 10 лет. Давайте кратко подведем тогда тезис на итоги. Вот какие все-таки с технологической точки зрения основные различия между Toyota и Volkswagen? Toyota несколько консервативный бренд, но у которого есть прорывные технологии, в частности, как водород. Volkswagen очень сильный и более гибкий бренд. Например, у них очень много модульных платформ, которые только появились у Toyota в этом году. Да, пожалуйста, Владимир, ваш красный бренд. По технологическим вопросам не могу сказать, что европейский бренд Volkswagen от азиатского, они во многом ментально различаются. То есть, если Европа больше говорит о инженерии, больше о высоких технологиях, то Европа, она азиатская. Итак, Максим, ваши два слова буквально. Toyota это азиатский бренд, Volkswagen это европейский. Этим все сказано. Итак, давайте посмотрим, как же голосуют наши телезрители на сайте www.urbstv.ru. Сейчас мы видим, что автомобили Toyota выбирают 37% наших респондентов, Volkswagen чуть более 20% и 42,5% выбирают другие автомобили. Toyota лидирует все-таки по нашему опросу. Я напомню, что сегодня с нами были Павел Федоров, автомобильный журналист телеканала «Автоплюс», Владимир Левочкин, генеральный директор коммуникационного холдинга «РУКОМ» и Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем». Это была Хрупова лидер рынка. Елена Хрупова, не переключайтесь, все вам доброе. Добро пожаловать на рынок Форекс, где деньги работают круглосуточно. На рынок, в котором соединились все рынки. Добро пожаловать в FX-Про. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова